Да, очень многие и студенты, и вот сейчас накануне сессии, приходится нам делать выбор, пойти ли в субботу на богопоклонение и заниматься образовательным процессом в богопознании, либо нам пойти в образовательное учреждение «Светское» и получить светское образование. Что для важнее для христианина? Конечно, сейчас мы можем смело сказать, конечно, суббота важнее, но очень часто мы совершаем ошибки. И я вот хочу рассказать свой опыт, такой негативный опыт, но впоследствии вознагражденный богом, и тем самым, может быть, побудить студентов накануне сессии. Это было до моего крещения, я была на пути к становлению, на божий путь, я только познавала бога, мой отец только крестился. Я очень хорошо училась в школе, моим любимым предметом была математика, и вот каждый год меня послали на олимпиаду по математике. Помните, да, олимпиады всегда по субботам были. У нас не было шестидневки, здесь, конечно, я должна была сделать выбор, здесь меня никто не принуждал, меня никто не заставлял, здесь было мое право пойти или не пойти. Конечно, я для себя сделала решение, я не пойду на эту олимпиаду. Но меня учитель каждый день вызывал к себе, нет, это не ты должна, ну как без тебя, ну меня зарплату у меня понизят, да меня уволят, рейтинг нашей школы понизится. И вот каждый день вот под такой какой-то информацией, которая просто давила на мою совесть, я в конце даже родителям вспомню, сказала, да все-таки пойду, можно же в субботу делать добро, вот я пойду сделаю добро для этой учительницы, да, но в душе вот я пошла против своей совести, потому что совесть мне этого не позволила. Ну и конечно, что вы сейчас скажете, ну он, наверное, провалил эту олимпиаду, но так должно быть, когда мы не соблюдаем субботу, нет, было все наоборот, у меня первое место в районе, у меня первое место в регионе, меня посылают на республиканскую олимпиаду, это все суббота за субботой, и вот через 4 месяца у нас выпускной экзамен бакалавра. Ну, нужно немножко понимать, что задания на олимпиадах, они всегда намного тяжелее, чем задания на экзамене, потому что экзамен сделан для среднестатистического ученика, олимпиада для более подготовленных учеников. И с экзаменами справилась очень легко, в течение 20 минут у меня были задания выполнены, более того, я смогла помочь всем окружающим ученикам, я даже вышла с экзамена раньше, спустилась вниз в холл и встретила директора школы, и она так подсовывает мне шпаргалку, говорит, быстренько иди отнеси другим ученикам, и я говорю, нет, не переживайте, я всем все помогла, все все написали. И что вы предполагаете, когда оглашают результаты, мне не ставят максимальный балл, и оправдывают это свое поведение так, что якобы боятся проверок с Кишинева, потому что невозможно получить максимальный балл по этому экзамену. В ответ на это собирается у родителей, они тут протестуют, пишут письма, почему Татьяне не поставили максимальный балл, но все-таки осталось не на максимальном балле, балл был хороший, но не максимальный. И тогда меня осенило. Когда нужно было им, я пошла против своей совести, я пошла против Бога, я нарушила субботу, но когда пошло дело, чтобы даже не защитить меня, а просто заслуженно поставить то, что я заслужила, никто в мою сторону не пошел. И я сделала свои выводы. Тогда я усвоила урок, и даже из суббота мне дала этот урок. Я своего рода получила какое-то духовное образование, что не нужно идти против своей совести, потому что Бог верным помогает. Но что было дальше? Дальше я поступила в университет, и вот здесь для меня был экзамен, экзамен верности на субботу. Урок я усвоила, я должна была сейчас сдать экзамен. Вступительный экзамен в субботу и экзамен по математике. Естественно, что если бы я сдала этот экзамен, я поступила бы на бюджет. Первый раз я не пошла на экзамен, не набрали учеников, второй раз объявили экзамен, опять по субботам. Опять я не пошла, я уже сделала для себя осознанное решение, что я не пойду. В конце концов, я пять лет училась на контракте, я платила за этот контракт, но Бог сделал мне в конце подарок. И хочу вот об этом подарке рассказать. Госэкзамены. Звонит мне секретарь деканата в один день и говорит, Татьяна, ты видела расписание госэкзаменов? Я говорю, нет, еще не видела. А ты знаешь, что в вашей группе поставили все экзамены по субботам? Я говорю, нет, я еще не видела. Она говорит, я хочу тебя предупредить, что мы знаем, что ты в субботу не придешь на экзамен. А я удивляюсь, откуда секретарь деканата знает, что я не приду на экзамен? Ну, ученики студенты знают, которые со мной учились, преподаватели знают, с которыми я сталкивалась на протяжении пяти лет. Ну, почему секретарь деканата знает, что я не приду на экзамен? И она говорит, ну, мы предлагаем тебе такой вариант. Поскольку ты хорошо училась, мы тебя хотим записать в другую группу, ты будешь сдавать с чужими студентами, ну, будешь сдавать их в пятницу. Согласна ли ты? И тут меня осенило, Бог за верность, Он вознаграждает. И даже не зная о проблеме, Он уже ее решил. И поэтому, когда мы сталкиваемся с такими проблемами, мы не должны доверяться на свои знания, на свои силы, на свои умения. Мы должны в первую очередь довериться Богу. Это тот урок, который я выучила, который я усвоила, я надеюсь, хорошо усвоила, благодаря верности и соблюдению субботы. Поэтому призываю всех студентов, которые сейчас стоят на распутье, у которых, соответственно, уже, наверное, есть уже расписание на ближайшую сессию, будьте верны Богу, потому что Бог верных не оставляет, Он обязательно вам поможет. Субтитры создавал DimaTorzok